Привет зрители! Вот у меня пропорции. Я замутила сделать шоколад. Вообще давно планировала и думала, что оптимальный вариант растопить безболезненно масло какао и какао пасту массу, лучше на свечке, чем пытаться в воде или в молоке, в микроволновке, в кастрюльке или еще как-то. Я подумала, что как бы шоколад затопен в фондюшке, то это можно. Почему тут две свечки? Сначала я зажгла вот эту, но она потухла, я подумала, что она прокованная и дыхшая свечка. Потом я зажгла вот эту и попробовала вот эту снова. И она загорелась и их стало две. Но правда пришлось окно закрепить, потому что то ли от ветра они тут пытались тухнуть, то ли еще что. Зритель, если ты подписан на инстаграм, то ты это видел. Я забыла в кукпет написать рецепт, чтобы не забыть. Я вообще забыла, что когда-то очень любила делать тушеные овощи, что это дофига вкусно. Тут короче рис, рисовая хлопья, тьмино-чиа, кабачок, капуста-брокколи. Оба сада с нашего морковка от деда, из прилука, ну из этой, не из прилука, а масеевского. Укроп, петрушка, укропа точнее нету, петрушка, чеснок, немножко лука, вода и маленькая, небольшая, короче, косточка. Ну где-то, если мой кулак растреугольник, то будет, вот по объему эту косточку, если собрать в кулак, то будет такая косточка. Косточка с мясиком оказалась немножко этого самого говядины. Я поняла, что это очень экономично, покупать за 75 рублей в магните килограмм в пакете говядины на кости и делать эту штуку. Потому что, когда я полкило сюда собачивала, с рисом делала, не с рисом, а с картошкой делала, еще с чем-то делала, то это было очень жирно. А на одной кусочке, оказывается, очень даже хороший бульон получается. Он накалывал, настолько экономичная. Второй вот день ем, тут совсем немножко осталось. Идет пар, потому что, ну, недавно только выключила. Но она долго держит тепло. Шишки. Я надеюсь, потом сварить из них варенье. С моих сосен на территорию моего участка. Ну, как бы, это одна треть моего участка. Потому что мне понадобится только одна треть. Но все равно моего же участка. Куча бананов. Перчик. Еще рассада. Выдали. Опять помидорок. И тут хоть что-то у нас. Муги-чай. Хатомуги. Из Японии. Вдруг внезапно стала его пить. И не поверишь, зритель. Это у меня сильно пья в ночной в прошлом году сделала. Хотела сделать карамель, но так его сильно уварила, что вот он у меня практически год здесь. Большую часть, ну, где-то в этом месте стоит. На солнышке он оттапливается. Я его ложкой соскребаю, пищем чаем. Он дальше остается оттапливаться. Ложанулась совершенно. Ну, в общем, не стоило в блюдечко ложить. Можно было, наверное, в пластиковый контейнер. Пока я говорила, тут у нас масло, по ходу дела, растаяло полностью. Растопилось практически. И начала оттопиться какао тертое. Смотрите, как интересно. Он так растаивает, немножко смешивается. Я сейчас немножко помыла посуду, пока оно тут растапливалось. И пришла к выводу, что надо проверить, как моё молоко. Оно покупное и есть шанс, что оно уже, если его подогреть, то оно станет растоквашей. Вот, если оно не станет растоквашей, то когда я его в микроволновке разогрею, посмотрю, там, что с ним стало, если останется всё ещё молоком, то я туда пару чайных ложек сахара кокосовой пальмы добавлю. И вот это, кстати, оно по вкусу напоминает аскорбиновую кислоту, вот такую в белых таблеточках из аптеки, один в один. Много его не съешь, потом ощущаешь эту аскорбиновую кислоту. А ещё напоминают конфетки из сахара диетические для диабетиков, которые бабушка, мужа, ну, короче, сейчас даже не бабушка, это мама его. В общем, как бы мне она была бы прабабушка, когда маленькая была, я с ней общалась. Совсем мелких, видимо, ну, в какой-то возраст нас или не всегда брали на сенокот. Почему-то я помню, что я вот оставалась в деревне у дяди Толи, у родственников у наших в Моисеевском доме, и сидела на кухне с бабушкой Ниной, с бабушкой Ниной-старшей, потому что у дяди Толина жена бабушки младшая сестра тоже Нина была. И мы с ней ели помидорки с сахаром. И такие конфетки, похожие на ёжики белые, они по вкусу были вот так, как вот этот сахар виноградный. Короче, как бы сказать, дедушке из деревни, которая живёт в Моисеевском, мама, сахар был вот один в один, как эти конфетки. Это сразу вспомнила этот вкус. Ну, думаю, пару ложек кокосового сахара взять. Вот этого вот, чайную ложку. Если молоко будет в кондитии, то развести в тёплом молоке. А если нет, то, ну, значит, с водой как-то смешать. Вот шоколад на воде. Молоко, к сожалению, скислость. Но если сейчас, допустим, я сейчас собираюсь за картой в Сбербанк, перевыпущенный мой пенсионный мир, и там же магазин. Ещё кое-что купить перед деревней. Если всё нормально будет, то 6-го я уеду. Вообще планировала 4-го, но из-за некоторых обстоятельств, некоторых людей вообще я некоторые дела не успеваю сделать. Поэтому можно оставить его тут. Ну, как бы он растопится. Пока я одеваюсь, он растопится. Даже если не растопится, то приеду, он затопится. И сделать уже с молоком. На идею прислала. У меня есть какао-бобы жареные. Я специально покупала фирма Иван Поле. Хорошая, кстати. У меня было два пакетика. Вот один остался. Там по 50 грамм они. Покупала на Озон. На Озон, по-моему, они пропали давно уже. Нет наличия. Что-то очень приличное время. Там тогда ещё было 50 рублей за 50 грамм. Потом увидела на Вайдберис, но они там 70 с чем-то за те же 50 грамм. Ну, у меня ещё есть как бы 250 грамм, по-моему, какао-бобов неоткрытый пакет. Просто сушёных. Не обработанных. Я вот думаю взять немножко этих какао-бобов жареных. Поломать их. Недавно покупала перед деревней шоколад. Я его фоткала, но, наверное, не скидывала в Инстаграм ещё. На пин-код там были кусочки карамели и карамелизированные кусочки какао-бобов. Вот хочу сделать какао-бобы туда, поломать. И, может быть, у меня там орехи есть, миндали, арахис, фундук, даже гребетки орех есть. Можно какой-нибудь из этих орехов взять и вот тоже смешать. Как бы шоколадик сделать. Конечно, у меня нет никакой формочки. Вот сейчас вот подумала специально, чтобы под шоколад. Что-то я так и не приобрела в своё время. Кто может как-нибудь подобрить. У меня есть только силиконовые под конфеты большие. Такие цветочками. Ну, она сейчас, кстати, помню, что она занята. У неё мармелад у меня. Я даже не помню какой. Корица с яблоком, что ли, что-то такое. Или корица с мандарином. А ещё у меня есть маленькие такие специальные. Или под лёд, или под конфетки. Если получится у них, положуясь и нет, то надо будет приспособить какой-нибудь контейнер. Только не блювичка. И чтобы можно было брать в холодильник, а потом при случае чуть-чуть надавить и уже выложить в ту же тарелочку. Может, даже кусочками. Вот смотрите, я на него нажала все пальцем на эту вот. Пластинку. И оно ушло вниз. Сейчас ещё чуть-чуть ушло. Вот у меня тут свежее молочко. Чашка у меня на 350 миллиаритов. Ну, там где-то может, ну, посмотрим сколько. Я вроде как примерные пропорции пишу. И оно практически растворилось. Стало столько перемешать. Молоко нагрелось. Я тут взяла мерный стаканчик. Достала сахар кокосовый. И потом, я вот думаю, сейчас немного сута молоко налить. Перемешать и уже сюда перелить и чуть-чуть уже проварить. Вместе с тем. На 175 миллилитров всего лишь, ну, то бишь грамм. Может быть, чашка-то и поменьше, чем на 300. Ну, в смысле, не 350, а 300. Сейчас я переливу обратно. Просто проверить, сколько тут было. И добавлю сюда сахара. Размешаю. И частично залью вот в эту смесь. Забыл нажать на запись. Короче, в общем, здесь у меня уже 2 чайные ложки вот этого сахара. И при добавлении в молоко, ну, слегка поменялось цвет. По вкусу уже такой, конечно, не сладкий. Как привычно с обычным сахаром, там, с тростником или с сахарной свеклой. Но уже, видимо, я думаю, он растворился. Чувствуется некая сладость такая. И я думаю, сюда добавить еще... У меня есть сахар обычный, спекличный, с молотым ванильным стручком и экстрактом ванили. Где-нибудь так, может, чайную ложечку. И, наверное, как вот и говорила, я начальнюю чайную ложку этой нашей декстрозы. Совсем забыла, у меня здесь есть еще даже вот такие семечки. Я как-то в кашу добавляла. Вот кака, про которую я говорила. Ну, и ванильный сахар. У нас уже одна чайная ложка ванильного сахара. Молоко, возможно, чутка под... Остыло уже. Я сейчас подумала, что можно, допустим, с чайной... Или двумя чайными ложками вот этого сахара. Делать теплую, ну, горячую марафон. Размешивать и пить, как напиток такой готовый уже. Тут капельку клапнула. Вкусно. Сейчас я чуть-чуть сюда перерью. Виноградный сахар я, наверное, добавлю уже попозже. Вообще, как обычно, надо под рукой все сразу иметь, а не искать, что где. Ну, и да, надо было, конечно, брать штатив, а не на руки снимать. Но у меня это, как обычно, спонтанно совершенно. Ну, я подумала, что масло какао надо раза в три примерно, ну, хотя бы раза в два меньше, чем какао массы, какао тертого. Думала, что я была права, потому что, как бы, хоть оно и потаяло, но вот было ощущение такое, будто масло больше, чем самая какао массы. Ну, такая отертого, в смысле. Сейчас я сюда уже потом перерекю, уже побольше размешаю, сюда залью и засниму уже, когда, наверное, поставлю на газ. Вот прямо уже сейчас, несколькими ложками чайными, ну, буквально, может, ложек шесть молока, и размешать, и оно похоже на какао-фасту. Можно было бы, конечно, вот так и оставить, но у меня-то другая немножко идея. В общем, посмотрим, что будет. Но молоко, кстати, вот с сахаром, с этими двумя разными сахарами и ванили, очень вкусно получается. Ваниль не как ванили, но чувствуется несколько иной вкус, ну, по крайней мере, натурально. Я уже пару раз отливала молоко, и вот сейчас я размешиваю, чтобы не было комочков, изнородное стало, и как-нибудь надо будет это перелить. кофтрюльку. А может быть, даже обойдемся без виноградного сахара, я думаю. Наверное, в этот раз обойдусь без виноградного сахара, но семечки вот эти можно добавить. Тут лен, еще что-то. А можно действительно какао-бобы, как я хотела, или какие-нибудь орешки. Или же просто одни орешки. Надо будет потом завестись формочками специальными для конфет, ну, для шоколада там, или, может, даже для плитки шоколада. Сейчас попробовала. Вкус у нее горько-ореховый, ну, то есть, горький шоколад с орехами был, или что-то вот такое. Подумала, что, наверное, все-таки надо добавить виноградного сахара, раз уж я его изначально запланировала. Здесь у меня похожая на пудру декстроза, виноградный сахар, который я вчера отсыпалась, чтобы чаем немножко попить. И я вот сейчас отсюда переложу несколько ложечек сюда. Думаю, что, может быть, даже еще молока добавлю. Может, так оставлю. В принципе, думаю, что можно так оставить. 4 чайные ложки декстрозы. Вот на такое маленькое количество жидкости это уже чувствуется сладость. Ну, тут 4 чайные ложки ровно без горки, потому что, как бы, не очень много ее было брать неудобно. Она очень мелкая, практически вот как сахарная пудра и есть. Ну и... Сейчас мы это сюда перелем. И снова уже размешаем. В принципе, чтобы не делать большое количество, я думаю, что не надо, наверное, молока больше добавлять в этот эксперимент. Может быть, даже не придется переливать сюда. Просто здесь уже единственное, что отсюда, наверное, удобнее, допустим, вынимать сию в какую-нибудь емкость. Хотя посмотрим сейчас. Ну, если у вас есть фондюшка. Либо нет фондюшки. Короче, можете купить фондюшку, кокосовый сахар, виноградный сахар, сахар с ванилью. Я в пятерке, кажется, покупала, причем достаточно недорого за пакетик. Молоко какое-нибудь у меня от полутора процентной жизненности. Какао-бобы, либо какао-масло и какао-тертые. И сделать вот такую штуку. Думаю, что все-таки надо немножко, может, ее чуть-чуть проварить. Будет быстрее, чем на свечке. Прямо вниз добавлю шоколад. А может, ну, в смысле, шоколад какао-бобы. А может, просто высыпать несколько вот этих семечек тут. Кунжут, льон, семечки, кажется, тыквы. Может, еще... А, просто семечки еще подсолнечника. Хотя вот сейчас оно несколько жидковато. я думаю, что, ну, не надо больше молока, если может, только меньше. В следующий раз вот сделать. Луна, оно застынет, потом просто посмотрю, как год. Может, это действительно у меня сейчас получится шоколадный крем со всякими орешками. Они сейчас у меня здесь наверху все, 3 чайные ложки, ну, там с очень малюсенькой, небольшой горкой, просто как бы из-за семечек тыквы. Ну, неровно они так ложились, чтобы получалось. Сейчас я тут перемешаю. Да, я решила, наверное, не выливать. Прямо здесь делать. И как-нибудь попробовать потом перелить. Может, за счет того, что оно в виде сердечка. Будет удобнее как-то вылить. Придумать только, в какой контейнер. какао-бобы. Ну, и какао-бобы. Несколько штук я сейчас тоже разломаюсь, но уже кину. Вот тут на вафельных листах 3 какао-боба. Какао-голва. С них вот снег это слезает. Пришел кот. Он все ждет, что я ему что-нибудь дам. А у меня тут все такое, что кот не ест. Тише, подожди. И были там ломаные. Может быть, я ломаные достану, а может, эти сейчас как-нибудь поломаю. Разломались довольно легко. Просто один был тоже какао-вэлли. Какао-вэлли я туда тоже добавила и замельчить так руками, просто вот же пальчиками. Вот он как выглядит. Видимо, жидкости все-таки много вышло. Потому что он как бы не густеет. Но теперь сюда, если только какао-порошка добавить. Для густоты. Я в следующий раз хочу сделать примерно то же самое. Только добавить кэрлоп сильной обжарки вместо какао-порошка. Но с другой стороны какао-порошок наверное сейчас надо чем-то предварительно растворять. Так вот он будет скорее всего комочками. Поэтому лучше добавить каких-нибудь еще орешков. потому что второй кусок у меня какао-массы. В смысле какао тертый он очень большой там сто семьто грамм. Его никак не разделить. А какао-бобы я пока больше не замельчала. Не эти, не вот те, что у меня там не обжаренные, скажем так, сырые, просто сушеные. Кстати, все еще больше похож на горький шоколад. Ну так, немножко сладость чувствуется. Ну тут у меня горстость каминдаря. У меня может где-то еще есть каминдарь. Ну, все первое попало-то. Сейчас я сюда вот его покидаю. И просто перелью вот в этот контейнер. Просто больше никакой более-менее свободной тары подходящей у меня нету. Так может он равномерно ляжет. Вот такой как бы плиткой. Можно сказать, десерт на свечке практически готов. Я туда ну не все высыпала. Может речка втреться где-то так. Я хочу сейчас сюда молочка залить. Тепленького. Я хотеть это счастье. оно у меня тут ровным слоем львов. Сейчас оно тут чуть-чуть постоит. Как бы подостынет и я его закрою и уберу в холодильник на несколько часов. Потом сниму уже как вышло. Вот оно у меня побывало в холодильнике. Но все равно еще мягкое. Может конечно можно слоть в морозильник, но у меня некуда там сдавать. Там просто нет места. Был бы он более плоский, более низкий. Может быть слоть был. Но мне кажется результата не будет нужного, потому что молока все-таки больше чем нужно было. думаю что где-нибудь 100-120 миллилитров максимум молока надо на такое количество какао масла и какао тертого. Я хотела это перевернуть, но я думаю что ничего у меня не выйдет. Мешано мягкое. Может потом в контейнер какой-нибудь переложу когда в деревню поеду. Ну можно сейчас ложечкой попробовать. Или лилочкой. Вот соток лежит на тарелке еще с поездки выдры. Где? много зачеркнулось. Короче получился шоколадный крем с орехами семечками и какао бобами молотыми. Ну как молотыми? В руках поломало и они стали можно стать молотые. Вот я думаю не обязательно в холодильнике хранить. Да похоже именно что на шоколадную пасту. Но тоже в принципе нормальный эксперимент я считаю. потому что не знаю какой но я поняла до какой консистенции нужно жидкости доводить чтобы было именно густо и можно сделать именно конфетки. Вот погуще приложил какие-нибудь мисочки в холодильник на несколько часов достал и будут конфетки. Вот тут у нас будет шоколадная паста. Не сладкая но и не горькая. В таком-то плане можно сказать молочный шоколад но ближе к горькому если допустим. Не притерное. Ну если у вас есть такой высокий порог сладости я не знаю ну короче если вы берете что-нибудь такое и оно кажется вам сладкое а другому человеку ну совсем не сладкое то вот оно в принципе сахаром немножко сладость там есть некая ваниль правда уже за всем этим не чувствуется но с чаем попить можно или там на булочку намалывать вот такая у меня паста вышла экспериментальные фундюшки всем спасибо кто остерил себе ролик всем пока он